Я обожаю использовать в своей работе выкройки из журнала от Обра. Они для меня универсальные, идеально садятся на меня и на всю мою семью, на мужа, на дочку. Но эти журналы очень дорогие, а так как сейчас новогодние праздники, то всюду сейчас идут различного рода распродажи, в том числе и на Валбересе. И данный журнал я купила со скидкой аж в 30%. Посмотрите, это практически новый журнал 2020 года. Журнал моды и выкроек для женщин. И сейчас все вместе мы его пролистаем и рассмотрим. Здесь представлены модели на осенне-зимний сезон. И вот первая модель – это комбинезон. Сзади его лямки идут внахлёст, а спереди лямки крепятся на нагруднике на кнопочки. Талия посажена по фигуре, в боку – замочек. С этим комбинезоном, обратите внимание, очень замечательно сочетается вот эта вот блузочка из шифона сзади на кокетке. Далее, посмотрите, идёт очень симпатичная рубашка-туника, которую можно использовать как верхнюю одежду, так же, как и отдельное платье, если, например, застегнуть на все пуговички и одеть пояс. Также, вот, смотрите, очень универсальная модель топа без рукавов и брючки. Следом мы видим с вами пальто. Такая довольно-таки модная моделька. Но я, надо сказать, пальто никогда не шила, так как боюсь, что моя машинка с таким плотным материалом не справится. А тут представлена довольно-таки симпатичная модель майки с длинным рукавом. Причём рукава приспущены и сосборены по окату. Здесь, вот, посмотрите, какая оригинальная модель свитера из толстой шерстяной ткани. Она имеет довольно-таки широкий ворот и рукава, опять же-таки, приспущены. Но вот этот комбинезон из тонкого трикотажа, я бы сказала, на любителя, потому что уж очень он как-то облегает фигуру, при этом неприятно подчеркивать все ненужные места. Возможно, если его шить из другой, более плотной ткани, он будет и симпатичнее смотреться. Здесь представлены все модели, которые есть в этом журнале. Таблица размеров, а далее идёт подробнейшее описание каждой модели, и состав лекал, и как шить. Всё очень детально и подробно расписано. В центре самого журнала непосредственно находятся выкройки. И следующая модель представляет собой такую повседневную рубашку на кокетке с элегантной сборкой. Далее идёт простая, но при этом вполне симпатичная модель парки, которая просто необходима любой девушке в ветреную погоду, в лёгкую прохладную осень или весну. А эта модель представляет собой не комбинезон, а отдельные брючки и майку с длинным рукавом. Причём майка выполнена с обычным втачным рукавом, уже не со спущенным там ни с каким. Тут мы видим две модели блузки. Вот эта вот зелёная, это блузка на пуговичках с разрезами по бокам, и спинка у неё длиннее, чем перед. Вторая блузка также имеет свободную посадку, и при этом у неё такие оригинальные оборки идут на рукавах. Они сосборены по всему низу рукавов. Также на этой странице представлены симпатичные брюки со складками. Ну а далее мы видим очень оригинальное, простое, но при этом симпатичное повседневное платье, которое лучше всего шить из лёгкого денима. Как вы уже заметили, все модели в этом журнале довольно-таки простые, но при этом очень элегантные и пригодятся в гробе каждой женщины. А на этом всё. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.